Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы с вами продолжаем исследование Евангелия от Иоанна на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Срединской периодовской семинарии Российского Православного Университета. И мы читаем с вами восьмую главу, с первого стиха. Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и ферисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди. Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, Моисей, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал им, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Такое интересное событие с 1 по 11 стих довольно известное. И как мы знаем, что многими даже режиссерами фильма «Страсти Христовы» эта сцена достаточно с разных сторон рассмотрена. Многие литераторы, художественные литературы обращаются на это повествование, это событие внимания. И что здесь важно для нас увидеть, и о чем, в общем-то, идет речь, и есть некоторые такие противоречия, когда люди говорят, что вот Христос не осудил эту женщину, которую привели ему, взятую в прелюбодеянии. Но сначала мы рассмотрим, что, как сказано в Евангелии, что эти люди, они искушали его, то есть они думали, что скажет Христос. Если он ее помилует, то значит тогда ему можно сказать, что он нарушает закон. То есть так думали фарисеи, опять они всегда искали, в чем бы его обвинить, в нарушении закона. Как было это с субботой, как это и сейчас. А теперь, если он все-таки скажет побить камнями, то народ скажет, вот он проявил некую жестокость. То есть они все время старались ему, как бы так говоря, по-русски вставить палки в колеса, то есть или сделать некую такую вилку, палку о двух концах. Скажешь так, обвиним, и скажешь по-другому, тоже обвиним. Это то, о чем Христос, в общем-то, это говорил и ранее. Мы пели вам плачевные песни, мы не плакали, мы играли вам на свиреле, вы не плясали. То есть этим людям никогда не угодить. Но премудрость не может отвечать как-то глупо, потому что Господь и есть сама премудрость. Он знал намерение всех их сердца, фарисеев, и иудеев, приходивших к нему. И вот мы видим, что он пишет на песке. Дело в том, что этот день, когда привели ему женщину, взятую в прелюбодеяние, как некоторые склоняются, был день субботний. Нельзя было писать ни на бумаге, ни на камнях ничего выскребать, и на дереве нельзя было ничего вырезать. Но на песке по Талмуду было можно, потому что считалось такое писание бренное, то есть ветер дунул, это никакого отпечатка не оставит. И мы видим, что Христос этим пользуется, они его не обвиняют за это, потому как это действительно дозволялось. Что же там было написано, что он писал? Многие исследователи, например, святитель Иоанн Златоуст и Кирилл Александрийский, святитель, пишут о том, что он писал список их грехов. И если исследовать даже греческие тексты, там графы или катографы, то видно, что здесь он как бы записывал, что составлял какой-то список. Это слово можно перевести именно так, что составление списка. И когда люди, фарисеи из-за плеча, как бы так увидели, что пишет Христос, то они увидели все свои потаенные грехи, записанные на песке, и страх их объял. И они не стали осуждать Христа. Но мы видим, слышим другие слова, которые здесь записаны. И он опять, наклонившись низко, писал на земле, а не услышав то, и будучи обличаемы совестью, видим, что они увидели эти грехи, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Начиная от старших до последних, остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. И как мы с вами прочитали, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал им, женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Многие люди притыкаются об эти стихи и говорят, что Христос не осуждает греха. Христос осудил грех, но Христос не осудил грешника. Это тот принцип, который исповедуется отцами церкви. Любить грешника – ненавидеть грех. И самим Христом, конечно. Любить грешника – ненавидеть грех. Любить пьяницу – ненавидеть пьянство. Любить человека, попавшего в блуд или в прелюбодеяние, но ненавидеть сам блуд. Любить человека, который употребляет наркотики, но ненавидеть наркоманию. Любить человека как такового, как образ Божий. И здесь Христос ярко показывает нам с вами это разделение. Что он так и говорит, осудил ли кто тебя? Она говорит, никто, Господи. И я не осуждаю тебя, но твой грех осуждаю. Твой грех, он губит тебя. Не может Христос потворствовать греху. Я не осуждаю тебя, как человека, как слабого человека, впавшего в состояние греха. Но грех, который в тебе, и Христос, будучи сердцевидцем, он видел все раскаяние этой женщины. Более того, представьте, только что взятую в прелюбодеянии, эта оголтелая толпань, наверное, как-то подглядывали за этой сценой, где она прелюбодействовала, вдруг ее схватили, тут же притащили. Она уже и сама была постажена в том состоянии, в котором была уловлена. И Христос видел ее совесть, он видел ее сердце. Он говорит, я не осуждаю тебя. Но грех осужден, был Христом. Потому что слова последние Христа, которые он говорит, иди и впредь не греши. Если бы он сказал, иди и делай, что хочешь, ничего страшного. Ну, подумаешь там, с кем не бывает. Нет, такие слова не звучат. Сказано, иди и впредь так не поступай. Воздерживайся от греха, противостои ему. И мы читаем с вами далее. 12 стиха. И опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить в отме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истина. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. То есть те же самые слова повторяет Христос, которые мы с вами читали и в 7 предыдущей главе. Он говорит фарисеям, что куда я иду, вы не можете идти. То есть без покаяния вы не можете воспринять, что я и отец одно. То, что будет сказано более четче уже в дальнейшем. Вы судите по плоти, я не сужу никого. Здесь Христос вспоминает им только сейчасшнюю историю. То есть они судили эту женщину по плоти. Господь судит по намерению сердца и смотрит на намерение сердца человека. Каждый человек может падать, но зачем же упорствовать? Это как Камруси Оптинского я рассказывал, по-моему, когда были беседы на книгу Исход. Пришел один человек, софист, и он желал уловить Христа, поставив какой-либо вопрос. И он у него спрашивал так. Если Бог ваш всесильный, может ли он создать такой большой камень, который сам поднять не сможет? И преподобный Абруси посмотрел на этого человека и сказал, чадо мое, это неразумное. Господь создал уже такой камень, это человек. Он падает, но Бог его все время готов поднять. Или как другой инок, который пришел к своему старцу согрешивший, говорит, отче, я пал, что мне делать? Он говорит, вставай. Он говорит, я снова пал, что мне делать? Снова вставай. Я опять пал, что же мне делать? Снова вставай. Он говорит, что сколько вставать? Сколько падаешь, столько вставай. Свидетель Иоанн Златоуст так и говорит, до царствия Божия доходит тот, кто падая умеет вставать. Что значит падая вставать? Это значит падая, раскаиваться в этом и противостоять греху, молитвой, постом, исполнением заповедь Божией, милосердием, любовью, к чтению Слова Божия. Вот что значит вставать. Не значит, как там встал, ну подумаешь, там упал, ну с кем не бывает. Нет. Вставание после греха означает всегда покаяние, то есть возвращение к Богу. Так и здесь. Он говорит, куда я иду, вы не можете идти. Действительно, не могут идти одесную Бога Отца. Ведь что сделал Христос? Он вознес наше преображенное человеческое естество, высвятая святых, в союз Святой Троицы, как мы с вами читаем всем в Ливере, сидящий одесную Отца в преображенном человеческом естестве. То, что Бог задумал о человеке изначально, сотворив его по образу и подобию Божию, подобие состояния привлечения к себе, состояние обожения, в общем-то это смысл всей жизни православного христианина. Он это делает. Он приходит за человеком в этот мир, вычеловечивается. И вот он уже разговаривает с этими людьми. Но он говорит, вы не можете прийти, видя их сердце, нераскаянное, а ищащее только в чем бы его уличить. Вы не можете прийти туда, куда я иду. Не можете вы преобразить, он говорит, я свет миру. Не можете вы быть светом миру. Не можете вы наследовать Царствие Божие, пока не будет вас в покаянии. И далее мы читаем, вы судите по плоти, а я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Здесь говорится о единосущности Отцу, им же вся выше. О Христе. А я в законе, и далее продолжает седьмой стих. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истины. А здесь говорит, я свидетельствую Отец, и я как его Сын Бог. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Опять говорит о единосущности Бога Отца и Сына. Мне хочется сказать, где свидетели Иеговы, и как они читают Священное Писание. Это настолько очевидно. Тогда сказали Ему, где твой Отец, так только возражали фарисеи и книжники, которые противились Христу. Иисус отвечал, вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Мы видим, что те слова, которые Иисус скажет в дальнейшем, знающий Меня знает и Отца. И никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Все это мы услышим. Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Снова и снова мы встречаем эти слова. Как и в 6-й, в 7-й главе, и в 6-й несколько раз. Не пришел час, не настало время. Ваше время идти на праздник, мой час еще не пришел. То есть Христос здесь говорит и Своим ученикам, и фарисеям в данный момент, говорит о крестных страданиях, о Своем светлом воскресении и победе, смерти на кресте. Но еще, говорит, мой час не пришел. Некоторые спрашивают, почему Господь не приходит в этот мир. Как в Саламопееве ставит Давид, взывают Господи, Господи, доколе? Но надо ответить словами апостола Петра. Апостол Петр пишет так. Не медлит Господь в пришествии Своем, но долго терпит. Даже дабы, насколько это возможно, призвать к себе еще сколько-то людей, скажем так. Не медлит Господь в пришествии Своем, но долго терпит. Он хочет спастись как можно большим людям. И мы читаем далее. 21 стих. Опять сказал им Иисус, я отхожу и будете искать меня, и умрете вы грехи вашим. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Видите, здесь подтверждение этим словам, о которых мы говорили выше. Умрете вы грехи вашим. То есть, что такое грех? Грех — это смерть. Смерть не может войти в Царствие Божие. Смерть не может сочетаться со Христом. Потому что смерть разрушена воскресением Христа. И в этом смысле снова Христос говорит, что вы не можете без покаяния прийти ко мне. Без обращения ко мне. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя. Видите, как они превратно все понимают. Грех мешает человека. Он затыкает ему уши. То, о чем Христос говорит, имейте уши и не слышите, имейте глаза и не видите. Куда я иду, вы не можете прийти. 23 стих. Он сказал вам, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего. Я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если вы не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. То есть вы, если вы не уверуете, что я Мессия. Того, кого ждали патриархи и пророки. То, о ком свидетельствуют книги Священного Писания Ветхого Завета. Если не уверуете, то умрете. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий. Здесь уже явно говорит. Ну, сколько можно уже готовить. Называется уже, ну, и так уже, и с этой стороны, и с этой. Уже явно говорит, кто ты? На прямой вопрос отвечает. Я сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас. Но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Снова и снова Христос говорит о единосущности Отцу. И здесь уже прямо было сказано. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Видите, полное непонимание. Снова повторю, почему. Беспокаянное состояние не может человек беспокаянным состоянием вместить. А что значит не может? Первая заповедь блаженства так и говорит. Блаженны нищие духом. Ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны нищие духом. Только духовная нищета. То есть, когда человек отрекается от своей самости, от своего тщеславия, самомнения, все знания, от своего самовозвышения, то есть, некой постановки себя на пьедестал, что вот я последняя инстанция истины. Такой человек не способен воспринять. Он как бы переполненный чашей. У него невозможно влить новое, свежее воду или свежее новое вино. Как сказано, невозможно вливать молодое вино, как говорит Христос, в мехи ветхий, потому что и то прольется, и мехи испортятся. Итак, 28 стих, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя. Здесь уже Он ясно говорит о своих крестных страданиях. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Видим, что множество народа уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, даже были из иудеев. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Очень важное замечание. «Если пребудете в Слове Моем». Как важно снова и снова вспомнить эти слова. «Исследуйте Писание». Услышим их. «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете, имейте жизнь вечную». А они свидетельствуют о Мне. Жизнь вечная подается через исследование Писания. Я уже говорил, снова повторю. Обратная перспектива будет такова. Не исследуйте Писание, не будете иметь жизнь вечную и не узнаете, что они свидетельствуют о Христе. «И познайте истину». 32 стих. «И истина сделает вас свободными». Ему отвечали. «Мы семья Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им. «Истина, истина, говорю вам. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Всякий, говорит, делающий грех, есть раб греха». Мы уже как-то говорили на эту тему, что когда человек называет себя раб Божий, например, апостол Павел, это нужно еще суметь себя так назвать. Потому что раб – это человек, который ничего не делает по своей воле. Воля наша, она испорчена. И свобода наша, она ищет только своего, но не Божьего. А всякий, ищущий свободу только своего, она обречена на провал. Как в этой жизни, гордость и тщеславием, и тем более для жизни будущего века. Поэтому, когда апостол Павел говорит «я раб Божий», он хочет отрешиться полностью своей нечистой греховной свободой. Искание только этого мира, с которым он знает, что и будет погибель. В этом смысле Христос здесь так и говорит, что всякий, делающий грех, есть раб греха. «Кому вы служите», другими словами апостол Павел скажет, «кому вы служите, тому вы и рабы». Если Богу, а где Дух Господень, там свобода, то вы обретаете истинную свободу от греха. А от греха, значит, от смерти. А если ищем временное греховное наслаждение, то с этим временным греховным наслаждением, как все временное погибнет, так и человек погибнет. Истинно говорю вам. Далее, 35 стих, да, и 36, 35 был прочитан. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободно будете». Он говорит о победе над смертью. «Знаю, что вы семья Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». В беспокоение не может вместить они это слово Божие. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали им в ответ, «Отец наш, есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то делали Авраамовы дела бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышали от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любви я не рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня». «Почему вы не понимаете речи моей?» Прямой вопрос задает. «Почему, — говорит, — вы не понимаете речи моей?» Сколько я вам уже толкую одно и то же. «Что я, Мессия, истинный, пришел за вами, чтобы спасти вас от этого рабства греху. Почему, — говорит, — не понимаете?» И отвечает, «Потому что не можете слышать Слово Моего». Нет обращения к Богу. Есть обращение к самим себя. Есть искание своего. И далее говорит в 44 стихе. «Ваш отец — дьявол, и вы ищете исполнить похоти отца вашего, ибо он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Действительно так. Лжец и отец лжи. Что погубило дьявола? Где обнаруживается эта тайна беззакония в книге Священного Писания? У пророка Изекииля, например. Мы можем найти такие слова. Это, если я память не изменяет, 28 стих. Где говорится причина? Да, не изменяет. Вот хорошо. Причина. Грехопадение. Деница зари, которую Бог поставил, как о нем сказано, первым после Бога. 28 стих, 14 стиха. Сказано. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней». И далее указывается на причину. 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». То есть, искание своей славы, самолюбование. Это порок века сего. Самолюбование. Это то, в результате чего из первого после Бога архангела, Деница зари, получился отец лжи, дьявол. Христос им на это указывает и говорит, они отлично знают эти тексты. Христос им указывает на это и говорит, вы его дети, потому что не можете слышать мои слова, потому что заняты только самими собой и ищете только своего. Нет в вас, другими словами, любви, о которой говорит апостол Павел. Любовь долго терпит, помните, 1 Коринфянам 13 глава, не ищет своего, не радуется неправде, а радуется истиной, все покрывается, мы верим на все, надеемся. Любовь не ищет своего. Любовь, она всегда жертвенна. Поэтому вы не узнаете меня, потому что так в этой жизни научились только искать своего. А я, 45 стих, а как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? То есть он говорит, какую неправду вы нашли во мне? Он как бы повторяет, повторяет пророка Еремии. Пророк Еремии обращается к народу. Это 2 или 3 глава книги пророка Еремии, где пророк Еремии так говорит, какую неправду нашли вы во мне? Я еще буду судиться с вами. За что вы ненавидите меня? А пророк Исаия так ясно и сразу скажет в 1 главе пророка Исаия. Вол знает, ясли господина своего, и осел знает, где поилка его, а сыны Божии не знают, где их Бог. Кто из вас обличит меня в неправде? Если я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Все ясно. Вы потому их не слышите, что вы не от Бога. Вы заняты самим собой, нет в вас жертвенной любви. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Видите? Они не хотят видеть себе. Они не хотят в себе видеть никакого греха. Они говорят уже, то обвиняли его, что он из Галилеи, теперь уже обвинили в него, его фактически, то, что он сектант. Потому что самаряне, это была классическая секта иудаизма. Мы помним с вами, когда рассматривали 4 главу, когда Христос общался с самарянкой. Теперь они уже ему говорят, да ты сектант. Вот до чего доходит упорство горделивое, что начинает самого Христа обвинять, не желая, вернее, даже не желая, а не не желая, а не имеет и возможности слышать. Нет обращения к Богу. Сердце захлемлено, все исчахло, как говорит пророк Исаия, во что вас еще бить, все сердце исчахло и вся темя, все темя в язвах. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы. Есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Он прямо говорит, что кто соблюдет Слово Мое. Видите, как важно чтение Священного Писания. Как мы можем соблюсти Слово Божие в сердце своем, если мы не изучаем и не исследуем Писание? Сказано, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Потому как Слово, согласно апостолу Павлу, как он и пишет, Слово есть меч, обоюдоострый. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. Говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали им, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, у пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкустит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь? Иисус отвечал им, если я сам себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Он убеждает их снова и снова о единосущности Бога, Отца и Сына, Его и Отца. Авраам, Отец ваш рад был видеть день Мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему, иди, и тебе нет еще и 50 лет, а ты видел Авраама. Христос говорит о своем предвечном рождении, что Он был, это неправильное слово, как говорит святой, святитель Григорий Богослов, Бог есть всегда. Всегда есть Отец, всегда есть Сын, всегда есть Дух Святой. Троица единосущная, нераздельная. Всегда. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есим. И 59 стих, тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел с храма. Христос говорит здесь иго ими, я есим. Он говорит, я есим, то я есим. Он говорит, я пресносущность и пресносущнее бытия. Всегда есть. Это слово в Септуагинте я есим мы встречаем и еще встретим в 18 главе. Более подробно рассмотрим ее в 18 главе книги Иоанна. Но просто хочу здесь сказать, что здесь, по сути, Христос говорит, я есим тот, кто я есим. Я иегова. В книге Исход, 3 глава, 14 стих, так и говорится, когда Бог посылал Моисея, чтобы вывести народ израильский из пустыни, то Моисей спрашивал, как тебе имя? И Христос ему сказал, и Господь ему сказал, я пресносущный, то есть я есим. Здесь Христос о себе говорит то же самое слово, я есим, эго ими. Это звучит на греческом. Если мы сравним эти тексты, например, Исход 3 глава, 14 стих, и 8 глава, 58 стих, то там стоит одна и та же абвература на греческом языке, эго ими. Поэтому они берут камни и хотят его побить. За что? Потому что они не видели в нем Мессии и Бога, они хотят его побить за богохульство. Они думали, что он сам себя делает Богом. Но он явно им говорил о том, что он Мессия, тот самый Мессия, о котором сказано в пророках, в псалмах Давида, у патриархов, в их образе жизни, что он тот самый Мессия, который пришел к своим, но они его упорно не хотят принять, обвинить во всем, что только можно, и упорно не хотят видеть в нем Бога и Царя, Спасителя мира.